Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 28, вопрос 3981. «Если бы сами зарубежные архиереи не лезли сюда, кто бы насильно объединял их с патриархией?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Множество ложных постулатов мешает трезво взглянуть на происходящее. Пусть объединяются, пусть целуются, это не запрещено. Но от этого что изменится? Если Дух Святой так и будет только в символе веры поминаться, а не в самой жизни. Боязнь объединения пройдет, а потом может быть обратная. Знающие истину будут уходить из плена. «Зарубежье сохранило не только отеческую веру, но язык, культуру и традиции. Каждая русская семья жила мечтой, что после падения коммунизма она вернется в Россию». В 1993 году советская власть закончилась и начался кризис зарубежной церкви, продолжающийся до настоящего времени. Его суть в том, что зарубежная церковь перестала быть церковью в изгнании. Она не может больше существовать, основываясь на своем же основном документе, цитата, «Положение о русской православной церкви за границей» РПЦЗ. Русские семьи уже не спешат поселиться на российских просторах. Старое поколение ушло, дети состарились, они фактически не могут покинуть насиженных мест. А для их внуков чужбина уже стала родиной. После распада СССР многие его граждане восприняли этот развал как огромную трагедию. В 1990-е годы на запад из России ринулись толпы эмигрантов. Эти люди быстро освоились в новых условиях и тоже никуда не собираются уезжать. Некоторые из них приняли православие и стали прихожанами нашей церкви. В настоящее время они составляют большинство чад русской православной зарубежной церкви. К сожалению, основополагающие причины существования РПЦЗ интересны для них только с исторической точки зрения. Но не более того. При слове «сергианство» сердце у них не щемит. А что касается экуминизма, то об этом явлении они имеют весьма смутное представление. Есть среди наших прихожан и местные аборигены, принявшие православие в его русской традиции. Среди них много подвижников, замечательных священников. Для этих людей каноническое устройство нашей церкви очень важно. А слово «экуминизм» не пустой звук. Итак, с 1990-х годов русская православная церковь за границей перестала быть гонимой. Однако в большинстве своем мы пребываем в неканонической территории русской православной церкви Московского патриархата РПЦМП. Многие чада нашей церкви искренне хотят быть в молитвенном и даже евхаристическом общении с РПЦМП. Но мы не можем войти в ее состав как церковная организация по банальной причине. Каноны не позволяют. Они приписывают РПЦЗ войти в общение с теми поместными церквами на канонической территории, в которых мы находимся. Таков порядок. Еще Второй Вселенский Собор приписывал поместным церквам не простирать свои власти за пределами своих территорий. Второе правило. Существует Единая Вселенская Церковь. Для того, чтобы иметь молитвенное и евхаристическое общение с церковью в Отечестве, нет необходимости устраивать сомнительные юрисдикции наподобие самоуправляющихся частей Московского патриархата вне его территории. Если даже мое церковное начальство укажет мне поминать святейшего патриарха Московского и всея Руси, я не могу этого сделать, так как здесь нет ни Москвы, ни Руси. Здесь то, что в Москве считают канонической территорией Американской Православной Церкви ПЦА. Наверное, тогда нужно пояснить, что Американская Церковь не автокефальная или требовать наряду с московским патриархом поминать и американского митрополита. А как быть в таком случае с нашим церковным начальством? Договор между МП и ПЦА запрещает МП иметь на территории ПЦА епархии. А как тогда быть с нашими епархиями в Европе? Там нет ПЦА. Потому не должно быть и епархий МП. Никогда Русская Церковь не считала Западную Европу своей канонической территорией. Там было много приходов, но епархий там нет. Еще более сложный вопрос о том, как быть с верующими прихожанами РПЦЗ, которые ушли из МП и, увы, не хотят туда возвращаться. Зарубежная Церковь – это единый организм. Мы любим наших архиереев и хотим быть все вместе под началом нашего первоиерарха. Как нам сохранить все, что мы имеем, не нарушая каноны и не травмируя нашу паству? К сожалению, в настоящее время это невозможно. В декабре 2003 года на расширенном пастырском совещании в Наяке я выступил с докладом на тему, «Чьей канонической территорией являются США и Канада?» Ответ парадоксален. Чьей угодно – только не московского патриархата. Здесь есть епархии Вселенской, Антиохийской, Иерусалимской, Сербской, Румынской церквей. То, что МП потерял контроль над бывшей русской митрополией, представив ей и автокефалию – полбеды. Беда в том, что желая заполучить епархии и приходы зарубежной церкви, даже не спрашивается мнение так называемой поместной церкви в Америке. Очень хочется понять, признает ли официально московский патриархат за ПЦА правоавтокефальной церкви. Правоавтокефальной церкви. Я понимаю, почему московская патриархия не имеет права открывать свои епархии на канонической территории греческой, сербской или болгарской церквей. Каноны не позволяют. Но я не понимаю, почему она не имеет права это делать на канонической территории американской церкви. Какими канонами руководствуются в Москве, когда ведут переговоры со встречной комиссией зарубежной церкви? На предстоящем четвертом всезарубежном соборе мы попросим нашу комиссию по переговорам с Москвой дать ясный ответ на все эти вопросы. Что касается евхаристического общения, то фактически оно существует. Мы на своих приходах исповедуем и причащаем людей, приехавших из России. Многие из наших прихожан также причащаются там. Вопрос совместного сослужения – это чисто архиерейский вопрос. У нас в зарубежной церкви и ранее разные архиереи по-разному относились к общению. Например, с сербской церковью. Одни, например, архиепископ Антоний Медведев такое общение вполне допускали. Другие, в частности, митрополит Металлий Устинов не допускали. Если мы придем на соборе к мнению, что русская православная церковь Московского патриархата – каноническая церковь, то у нас должно быть с ней молитвенное и евхаристическое общение. Итак, для того, чтобы сохранить РПЦЗ и избежать всяческих нестроений после всезарубежного собора, нужно помнить следующее. Если система неустойчива, ее лучше не трогать, а то она развалится. Думаю, не нужно спешить объявлять РПЦЗ самоуправляющейся частью Московского патриархата. Возникает слишком много вопросов. Например, некоторым членам собора по поводу будущего канонического устройства русской православной диаспоры будет небезинтересно мнение Константинопольской, Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской церквей. Если эти вопросы пока не обсуждались на совместных комиссиях, то это печально. Без их богословской оценки ни о каком каноническом единстве не может быть и речи. Я понимаю, что у зарубежной церкви, как самостоятельной церкви среди поместных православных церквей, нет будущего. Но я понимаю и то, что расставание со свободой будет очень болезненно. Соединение с Москвой это не единственный, а в настоящее время и не лучший способ сохранения зарубежной церкви, как единой русской православной церкви вне России. И прежде чем решать этот вопрос на соборе, нужна серьезная богословская международная конференция по каноническому устройству русской диаспоры и русской православной церкви за границей. В ней должны принять участие также экзархат русских церквей в Западной Европе, православная церковь в Америке и другие православные церкви. Конец цитаты. Далее еще одна цитата. Дорогой владыка Илларион, благословите! Я думал о вас недавно и хотел поблагодарить еще раз за всю отеческую любовь и руководство, которое вы преподали мне за эти годы. Вы очень помогли мне в моей жизни. В результате у меня навсегда сохранилось неподдельное уважение к вам. Я также хотел сказать вам лично, насколько я поддерживаю вас в том, что вы высказались против манипуляции в нашем священном синоде. Очевидно, что тайные торговые связи ведут нас слишком быстро к преждевременному объединению. Этот принудительный курс на объединение имеет такой потенциал, что может вызвать серьезный раскол в нашей возлюбленной церкви. Это причиняет мне боль, так как я слышу, что молодежь с наших приходов и некоторые из личных моих друзей уже начали оставлять нашу РПЦЗ и переходить в другие юрисдикции. Несмотря на мою глубокую печаль от создавшегося положения, я могу понять, почему люди недовольны происходящими событиями. Действия наших иерархов не соответствуют чаяниям, преобладающим среди духовенства и мирян в нашей епархии. Здесь, в нашей епархии, всегда преобладало мнение, что пока проблемы сергианства и экуменизма остаются нерешенными, мы должны воздержаться от вступления в общение с Московской Патриархией. Наши люди поняли резолюцию 4-го собора так, как они чувствовали сами. Но позднее стало ясно, что иерархи понимают эту резолюцию по-другому. Беспокойство и непонимание растут даже у тех, кто верил им, так как люди понимают, что вступление в евхаристическое общение с Московской Патриархией преждевременно. Резолюция 4-го собора должна быть поддержана, и мы должны твердо стоять против неприятия поспешного решения, которое, несомненно, вызовет раскол в нашей Церкви. Еще большую печаль вызывает тот факт, что секретность, созданная вокруг переговоров, ничего может особенного не значить, но это и делает переговоры исключительными в лице православного духовенства и верных русских. Владыка, вы знаете все эти проблемы больше, чем другие. Мы просим присоединить ваш голос и действия к тому, чтобы оказать помощь нашей Церкви, взять правильные курсы, воздержаться от вступления в евхаристическое общение с МП до окончания решения проблемы куменизма, причастности МП к Всемирному Совету Церквей и Сергеянства, и соединиться в истине на поместном соборе Российской Церкви. Первым созванным после 1917-18 гг. Среди епархиальных служащих и духовенства существует много различных мнений, как поступать в том случае, когда наши епископы продолжают их настоящий курс, и евхаристическое общение является приближающейся реальностью. Также является несомненным фактом то, что люди начали чувствовать себя разделенными с иерархами, поэтому раскол в той или иной форме становится вероятностью. Некоторые заявляют, что они совсем уйдут из нашей Церкви. Другие полагают, что есть епископы РПЦЗ, которые также не согласны с взятым направлением, и эти люди обратятся к этим епископам для управления и руководства. Некоторые продолжат служить и ходить в церковь, но прекратят признавать власть синода и епископов. Некоторая часть духовенства решила, что они, вероятно, прекратят признавать митрополита Лавра, а некоторые старосты в приходах выразили намерение прекратить платить десятину епархии и синоду. Другие готовятся к судебным искам. Последствия любой из всех этих возможностей – это распад нашей Церкви и нашей всей семьи РПЦЗ. Решения, которые затрагивают всю РПЦЗ, должны быть обсуждены и приняты всей полнотой Собора Епископов, так как, нам кажется, это ключевые решения принимаются в тайне, под влиянием и подчинением манипуляциям маленькой горски людей, которые окружают Синод. В силу сложившихся обстоятельств я обращаюсь к вам, Владыка, как первому заместителю митрополита и истинному пастырю, окормляющему пасту. «Пожалуйста, Владыка, я прошу, чтобы вы сделали все, чтобы ваш голос был услышан. Если вы это не сделаете, и если объединение продолжится, то те, совесть которых не сможет признать этот акт, будут чувствовать себя забытыми и впадут в отчаяние, которое вынудит многих последовать неизвестными путями, ведущими их в духовную опасность. «Я остаюсь вашим скромным служащим во Христе, диакон Николай Лукьянов, Лейквуд, Нью-Джерси». Послание римлянам, 14.13. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». Притчи 13.12. «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни». Деяние 26.7. «Которого исполнения надеются увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь». «Какой мой век в веках истлевший, кумиротворец злейших злыдней, гигант во зле, в добре наималейший, как Божий гнев, не сшедший за обиды. Век не года, а чудо наполнения, добром всей сути даже существа. Огонь и ревность спорят с ленью, ждет Бог плода, а там одна листва. Как долго, даже более полвека, войны нет настоящей у страны, хотя локальные рождаются нередко, все войны не дано нам устранить. Мой век двадцатый, весь из передряг, из революции, войн и бешеных репрессий, Бог церковь разгромил совсем не зря, и шар земной едва-едва не треснул. Знать предыдущие излишне нагрешили, ушли далеко, жили средь свиней, и Бог не зверг с лелеемой вершины, ему понятно, с высоты видней. Династии сидят в кровоточащей снасти, для раскаяния отмерен год с присыпкой. Татьяне, Ольге и Марии с Настей, полынь и желчь накормят их досыта. Мой век, восстание рабов и голодьбы, не знающий ни Библии, ни Бога, по алтарям дымится от стрельбы, чудовище Рябоя, Сталин Кобра. Век постепенно и зашел на нет, и новый пухнет на кровавых всплесках, там устремятся дюжины планет, огнем и духом и голо крестит. Век первоклашка суровеет сорочно, быть завершающим сподобится ли стать. Знамение распятого Всем подытожит точку, Все до единого Узрят тогда Христа. 28 мая 2008 год Игнатий Лапкин Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...